Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В этом видео мы обсудим, что происходит в смарт-контракте TronChain и почему Андреас Картрут заблокировал вывод для определенной категории партнеров. Особенностью проектов, построенных на смарт-контракте, является их полная прозрачность. С одной стороны, в этом их сильная сторона, но в этом заключается их слабость, потому что вся работа смарт-контракта полностью прозрачна, и партнеры в любой момент могут видеть, сколько средств находится на балансе и наблюдать динамику проекта. Каков приток средств, каков отток. Те, кто участвуют или наблюдают за проектом TronChain, могли видеть, что на протяжении последних недель баланс проекта постепенно стал снижаться, хотя примерно 22, 23, 24 декабря баланс начал восстанавливаться и расти вверх, но видно, что в последние дни сохраняется отрицательная динамика, что, конечно, наводит на определенные грустные мысли участников проекта, что, похоже, данный смарт-контракт уже заканчивает свою работу. Сегодня многие инвесторы при попытке вывести средства увидели следующее объявление. Вывод средств временно приостановлен, и когда сумма баланса контракта превысит 800 миллионов тронов, тогда ограничение будет автоматически отключено. То есть фактически объявлено, что вывод средств приостанавливается не для всех, а для определенной категории партнеров, пока баланс смарт-контракта не превысит 800 миллионов. И по этому поводу Андреас Картрут, создатель проекта TronChain, в своем чате опубликовал следующее сообщение на английском языке, это перевод на русский. Важное объявление. Поскольку в последние дни мы заметили, что многие партнеры переживают по поводу уменьшения остатка средств на балансе, мы решили сделать следующее. Если баланс опустится ниже 800 миллионов трон, выводы для всех пользователей TronChain, которые получили более 100% своего депозита, будут временно приостановлены. Только те пользователи, которые еще не получили 100% от своего депозита, смогут выводить средства в течение этого времени. Когда баланс вырастет, позже мы изменим лимит до 1 миллиарда тронов, мы активируем вывод средств для всех. Если же баланс снова опускается ниже 800 миллионов, то эта же процедура активируется еще раз. То есть задумка в принципе неплохая. Те, кто уже вышел в безубыток и получил прибыль от своей инвестиции, для них вывод средств приостанавливается. Те же, кто еще не вышел в безубыток, то есть сделал инвестицию и вывел только часть средств, или не вывел еще ничего, для них, по идее, вывод должен продолжать работать. То есть задумка, по идее, неплохая. Таким образом, Андрея Скартрут хочет, чтобы все, в принципе, вышли в безубыток. Дальше. Мы будем продолжать делать это для поддержания сильного баланса в фонде. Это позволит пользователям, которые еще не вышли в безубыток, продолжать получать выплаты. В то время как мы, кто уже получил прибыль, будут ждать очереди, когда фонд вернется к восстановлению роста. Мы уже видим, что это реализовано, и в ближайшее время 800 миллионов будет изменено на 1 миллиард. То есть вот эту планку 800 миллионов повысят до 1 миллиарда. Это делается для того, чтобы ограничить выводы средств для тех, кто уже вышел в плюс, чтобы сфокусировать внимание на тех, кто еще не вышел в безубыток. Рост и размер баланса очень физиологический. Это вот я не понял, что он хотел сказать, что значит физиологический. Могу только предположить, что, наверное, Андреас имеет в виду, что люди очень чутко и нервно реагируют на любые изменения баланса. Если баланс растет, все хорошо, замечательно. Если баланс падает, это, соответственно, приводит к панике. И с помощью этой функции мы сможем контролировать и держать баланс фонда на уровне 800 миллионов и выше, постоянно. Так что на данный момент все, кто уже вывел 100% своего депозита, включая меня, не смогут вывести средства до тех пор, пока баланс не вырастет до определенного уровня. Это, конечно, все замечательно, но, как вы знаете, смарт-контракт отличается тем, что даже создатель смарт-контракта не может менять его правила. То, что в нем прописано, оно в нем прописано. Так вот, некоторые партнеры уже обнаружили, что данные ограничения элементарно обходятся. Сейчас вы посмотрите видео, где человек как раз показывает, что даже если из смарт-контракта нельзя вывести средства через сайт, то они элементарно выводятся через сам смарт-контракт. Друзья, всем привет! Сейчас на балансе. TronChain пошел минус и ввели новые ограничения. Те люди, которые вносили 100% депозит, да, и не получили свои 100%, им вывод доступен. Те, которые уже получили сверхприбыль, со своей сверх 100%, если контракт меньше 800 миллионов, то вывод недоступен. Вот, глядите, например, я здесь получил свыше, да, и не могу вывести. Мне пишется вот такое вот сообщение. Что делать, если так пишется? Эти ограничения введены только на сайт. Вам необходимо перейти на контракт. Вот здесь адрес контракта. Нажать на контракт. Далее вот здесь перейти в контракт. И вот здесь написать контракт. И нажать вот здесь кнопочку вторую with draw, да. Далее нажать confirm, ввести пароль. Нажать confirm. Все, ваша транзакция сейчас пройдет. И у вас со счета здесь спишется, да. Сейчас я покажу свою транзакцию. Вот 112 трон, которые у меня там были, мне пришли. Вот сейчас транзакция пройдет дальше до конца. И мне придут на мой счет, мне эти 112 трон, да. Вот так вот можно выводить без сайта с данного контракта. Вот у меня ноль, да, стал. Поэтому, кому необходимы срочные средства, и вы не можете вывести свою сверхприбыль, то вот этот способ вам поможет вывести из данного контракта ваши средства. Как видим из данного видео, даже если не получается вывести средства через сайт, они выводятся элементарно через смарт-контракт. И поэтому данная попытка Андреаса Картруда удержать баланс, на мой взгляд, выглядит неуклюже. Идея-то, в общем-то, неплохая, но тогда это все нужно было прописывать, вот эти правила относительно удержания баланса, в самом смарт-контракте, а не прикручивать их искусственно. Потому что смарт-контракт уже запущен и работает, и как мы видим, любые ограничения элементарно, как говорится, обходятся. То есть нужно было предусматривать такие варианты стабилизации баланса и так далее, уже на старте, и включать их в сам смарт-контракт. Как мы понимаем в трон-чейн, людей, которые вышли в безубыток и уже получили прибыль, весьма значительное количество. И, безусловно, объявление о том, что они не могут выводить средства, многих насторожило, кого-то, может быть, даже напугало и так далее. И, собственно, если даже посмотреть на график в последнее время, график неуклонно идет вниз. И я думаю, что все больше людей увидят, что эти ограничения элементарно обходятся, и баланс будет падать еще быстрее. Поможет ли данная попытка Андреаса Картруда спасти ситуацию, это пока же только время. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.